еще раз добрый вечер всем кто смотрит так у нас сегодня 20 число 20 сентября сегодня был вторник пока есть сегодня проходил первый брифинг капитанов он состоялся начался в 10 часа утра реально был бурный брифинг ну потому что 28 стран соответственно огромное количество вопросов мы как умные евреи поступили самым хитрым способом то есть я все вопросы которые были озвучены вчера еще нашими ребятами я все эти вопросы выписал на бумажке там было 7 пунктов и когда начался этот брифинг я просто робу хьюксу который вел этот брифинг я ему положил на стол сказал роб в лесу чтобы орать из зала и перекликать всех остальных вот тебе мой список вопросов пожалуйста если какие-то вопросы будут уже озвучены и ответы получены их просто пропускай в конце как бы прочитайте вопросы и дай на них ответ в итоге оказалось что часть вопросов интересовала не только нас и они были уже отвечены в ходе брифинга на некоторая часть как оказалось люди про нее не подумали и в итоге как бы даже спасибо сказали потому что были вопросы которые как бы могли вызвать некоторые сложности ну команд я не знаю если смысл озвучивать все эти вопросы но там вопросы димтика привет всем передам ребята там сейчас не собираются загрузят машины а я пока сбежал провести эфир например вопросы были такие можно ли маркериться после захода в ринг десяти тридцати до двенадцати 12 начинается соревнования соответственно у тебя есть время на установку лагеря вопрос был можно ли маркериться или там был вопрос сколько человек одновременно может находиться в воде я имею ввиду спортсменов в случае и вываживания рыбы ну как конкретно сказали что если две рыбы дуплет то естественно два спортсмена в воде если это одна рыба таких вот вопросов было много вопросы как бароб их озвучил ответы мы получили после этого была жеребьевка подходов то есть как бы вначале это получается как что вначале они вызывали по алфавитному списку вызывали сборная сборная выходили первым делом тянули номер своего подхода на жеребьевку зон завтра точнее жеребьевку не зона жеребьевку рингов вот после чего они тянули шарики из мешочка каждый шарик то есть у нас на на в списке три двойки то есть первая двойка вытягивается шарик или соки это двойка идет зону там б потом вытягивается второй шарик вторая двойка идет зону с этим зону короче на каждую сборную на каждой внутри двойки было распределено в каких зонах они будут находиться и завтра будет жеребьевка где будет уже определяться в каком конкретно секторе то есть как бы в ринге номер ринга это двойка попадет ну я на фейсбуке выставлял результат нашей жеребьевки озвучивать его не буду можно посмотреть в моем профиле там все это есть зоны разные все зоны разбиты на под зоны то есть каждая зона это разбита в принципе на две пол зоны есть зоны очень сложные по логистике там где крутые склоны там где лес там где привет андрюша от андруши там где заросли камыша какой-то соки ну в общем есть фиговая сектора даже как бы в одной зоне или под зоне есть часть вполне нормальных а есть мягко говоря грубо выражаясь не очень ну тут уже ничего сделать нельзя это верим в высшие силы то что олег завтра вытащит самую лучшую тройку секторов для нашей сборной ну да тройку секторов для нашей сборной в общем 8 утра начинается это жеребьевка завтра мы туда приедем сестра раньше решили что команды приедут на зону b откуда будет начинаться распределение всех машин по другим зонам они заберут 9 мы где-то к полдевятого надеемся уже знать каких секторах будут наши ребята соответственно мы можем сказать что они в принципе могут уже и двигаться в сторону своих секторов и выгружать снаряжение рядом с ленточкой за которую они смогут зайти соответственно уже в 10 30 сегодняшний день давайте скажем так нам реально в этом году на этом чемпионате ну просто очень повезло с людьми и меда людьми не только наши сборная но людьми которые нам помогают здесь венгрии я об этом уже говорил да велик электрический я сейчас до него тоже дойду дело в том что я уже говорил о том что нам помогал парнишка по имени он дрожь сын хозяина рыболовного магазина он нам очень многим помог включая переводы и звонки он нам помогал как он звонил те места где очень плохо с английским и он там объяснялся для нас за нас очень классно вот а вторым человеком таким оказалась жена хозяина магазина рыболовная который вы находите рядом с нами ливия я про нее писал своих отчетах это тоже но я не могу даже объяснить в общем то она нам ничем не обязана да как бы она себе работает магазине то что мы туда прием купим может учета это еще такой вопрос купим не купим неизвестно вот но сколько она реально нам помогла тоже вот тяжело даже оценить и вот с этим же велосипедом про которого тут сейчас андрюша спрашивал это была одна из проблем которую поднял наш тренер он сказал что перевести перемещаться между секторами на машине там очень сложно потому что проезд вдоль берега запрещен будет после фактически после выгрузки снаряжения машины все должны был будут убраны с водоема и есть только три стоянки от которых далековато идти сектором а перемещаться между этими стоянками это тоже это хороший кусок там ну там не километража там там бешеный но все равно минут пять-семь надо потратить чтобы выехать на трассу по трассе объехать заехать снова и так далее а ему нужно быстро перемещаться поэтому он задал этот вопрос по поводу этого он хотел электросамокат и вот это вот ливия она для нас просто провела безумную работу прошерстила все возможные варианты в итоге она нашла магазин это магазин на велосипедов которую как бы на их они в общем-то сдают их в аренду и она с ними договорилась этим магазином что они нам начать велосипед один дают и я больше скажу что обычно за аренду требуют всегда залог ну вы знаете да на случай если что-то поломается вот у нас могла во первых взяток что у нас нас не взяли залог нам дали запасную батарею нам дали зарядное устройство и фактически мы не обязаны возвращать этот велосипед мы его привезем на дом после соревнований и ливия сама его заберет так и на этом все еще не закончилось дело в том что у нас возникло внимательно посмотрим добрый вечер спасибо что вы с нами все будет хорошо это наш тренер после бурного обсуждения вопросов со сборной короче я вам рассказал вчера у нас возникла проблема с автомобилем только что в третьем машину вадим не смог взять из-за того что не было с собой кредитной карта батока дебетовая и я опять же нагрузил эту несчастную ливию вопросом может ли вам помочь связаться с какой-то из местных арендных контор и узнать насчет аренды машины на и практически нам нужна машина на один день для того чтобы просто завести одну из двоек в свой сектор а не заморачиваться с двумя машинами и в итоге она вдруг говорит короче она ведь я сейчас можем поговорю может быть мы вам поможем ну я думаю ладно интересно чем она нам поможет в итоге она с мужем пообщалась на венгерском и говорит мы решили что мы вам дадим одну из своих машин у них три машины 3 метрики как бы вена которыми они пользуются для своей продукции я говорю ну блин я не знаю что тебе сказать как бы это неудобно это же ваша личная мощность а ничего страшного короче короче 30 дня к дому подъехал фольксваген я сказал тебя тоже слышно микрофон здесь хорошие расскажешь какой спор был по буфе музон справа тропа для для них хорошо расскажу спасибо за данных короче в тысяча дня подъехал фольксваген уран именно багажный . водительское пассажирское сидение пустая машина это просто идеал идеально то что нам нужно потому что этот велосипед если вы видели фотографии он просто гигантский мы его с огромным трудом впихали в коллегу машину когда везли сюда и мы думали а как же вы везти туда потому что если машина будет загружена счетом тубусами и всем остальным я извиняюсь за велосипеда там места просто уже нет ну либо что специально ехать за ним отдельно второй ход короче когда я попытался этой ливии сунуть деньги за эту машину хотя бы за сутки на сказал не надо никаких денег это вам как бы от нас чисто такой же с доброй воли и при всем при том что и и как бы возвращаетесь мы машину завтра пригоним снова в дому и она сама ее заберет чем я так понял что вот она когда на машину пригнала пошла в себе дальше в магазин пешком не то что это так далеко но могла бы просто даже попросить подбросили ну такие вот чем она при каждом слове при каждом моем обращение к ней она жутко краснеет я так понял что она ну не сильно ей как бы в жизни приходится общаться на английском языке и тем более с израильскими спортсменами в общем прочь классная тетя классный магазин все что там можно было мы выгребли нафиг вот и короче будем всем рекомендовать дальнейшем магазин олег попросил меня рассказать о том споре который был во время брифинга капитана дело в том что они сделали какую фигню в воде стоят атропы то есть маркеры в каждой команде есть правая ленточка левая ленточка значит правая ленточка направлена в воду и смотрит четко на вот эту атроп это правая граница сектора команды или там ринга за которой она естественно вправо уходить не может она должна должна ловить левей но с левой стороны нету такого такого буйка или атропы который бы ограничивал створом сектор то есть с левой стороны просто лента причем она натянута если мы правильно поняли в некоторых местах перпендикулярно воде а в некоторых под углом из-за того что есть проблемы с с растительностью с деревьями она как бы сделана так чтобы показывать направление забросов по левой стороне и люди там сказали стали возмущаться что это очень неудобно и это будет путаница это будет ругань кто кому куда кидать в общем в итоге на брифинге уверили спортсменов о том что эту проливом попытаются решить я не знаю как они попытаются решить они должны они пообещали вроде бы как поставить левую границу а трупу тоже то есть сделать створ реально створ на каждую команду которую показывает четко направление заброса и как бы ворота куда кидать можно одна проблема небольшая эти а тропы ночью не светится ночью их не видно поэтому было сказано всем сборным о том что позаботьтесь сами как выставить что-то направление заброса чтобы четко понимать где находятся эти а тропы был задан вопрос можно ли использовать лазерный целеуказатель для определения линий заброса сказали что в правилах запрета нет как такового на такие вещи есть запрет на использование ярких фонарей освещения но это не относится к нему и по моему сказали что только шла чтобы не светить на противоположный берег потому что лазер как бы достаточно мощная штука если там с будут люди кому-то может попасть лазер в глаз и повредить ну посмотрим завтра как она будет в реальности мы пока естественно не слабо себя представляем как они всю эту проблему с секторами и с границами решат плюс еще проблема с тоже огромное количество команд очень сильно ужали и фактически отсутствует буферная зона вообще как класс если обычно тебя есть ринг вокруг ринга у тебя есть зона которая как бы как внутри которой находится ринг и между двумя такими зонами тут как бы два сектора находится буферная зона еще двухметровая для журналистов которые могут заходить пресса сейчас этого ничего нет то есть это двойная есть так а сколько там расстояние олег какое что расстояние очень большие много секторов буфера большие если сектора где стоят практически близко так вот я же об этом я говорю о том что есть сектора где у тебя никаких не буфера ничего нет это не буфер потому что у тебя обычно 40 у тебя 40 метров должен быть сектор 40 внутри которого стоит 20 метровый ринг это ринг это то место где стоят спортсмены 20 на 12 вокруг этого есть 40 метров то есть у тебя у тебя твой сектор сам по себе сам по себе сектор вся его длина это 40 метров должна быть ну как бы да ну как бы да ну вот вот об этом же и говорит проблема именно в том что есть зоны сектора где с этим ну реально как бы не знаю как они разберутся ну в общем после после того как нам привезли машину команда немножко там кто поработал кто отдохнул и мы оделись во все парадное и поехали на церемонию открытия причем как бы нам будет повезло реально жильем олег уже об этом даже несколько раз говорил у нас все рядом у нас все что нужно находится на расстоянии пяти минут езды а иногда и ходьбы и этот центр где проходил открытие он тоже точно также пять минут и 5 он даже три минуты так что и тут было хорошо не надо было заранее никуда ехать ну я вообще честно говоря не очень любите церемоний потому что всегда очень много говорят говорят там выступал мэр города выступал еще кто-то председатель федерации города капошвар потом приступал профессор матиоли председатель фикс короче это вот это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла там полчаса сорок минут только вот таких вот спасибо этим спасибо тем вот вот потом выступил какой-то фольклорный ансамбль как на мой взгляд какие-то дилетантов на улице поймали которые роняли свои палки они старались они старались как бы ну знаешь для как для чем мне кажется это ну не знаю слабовато дим ты прав сек ну нету здесь нет понятия сектор то что сектор это это у них называется зона мы называем это зона abc а у них это называется сектор abc а вот то что ты говоришь это ринг или пэг то есть как бы это место где стоит команда 20 метровая 20 метров на 12 метров это место в котором внутри находится команда и откуда выходить нельзя а с двух сторон от вот этих вот краев 20 метровая этого ринга есть еще по 20 метров ну да по 20 или по 10 по 10 получается так чтобы в общей сложности это было 40 но как сказал олег реальность к сожалению диктует свои условия и здесь очень проблематично вот сделать в некоторых местах вот такие зоны такие ринге как и у нас на кинерате есть места кто может делать 100 метров к для команды а есть места где с трудом 20 метров и скажи спасибо что они есть так что все это мы увидим завтра завтра мы узнаем в какие места мы падаем такие ринге попадают наши ребята от этого будем танцевать кена привет тебе всем привет от тех кто тебя помнят здесь у нас таких три человека ира медведев до гения медведев от олега дрямова привет физкульт привет вот так вот прошел сегодняшний день все продуктивно работали целый день как бы ребята разбирали раскладывали свое снаряжение кому что кому какая палатка какие стулья в общем то бездельничать никто не бездельничал по ресторанам сегодня мы уже не ходили них и привет передам обязательно вот так что следите за моей страницей в фейсбуке как только будет появляться эфиры они будут появляться спонтанно и внезапно без предупреждений поэтому я буду пытаться при начале эфира делиться этим эфиром на своей странице и на странице группы из рафиш про есть на фейсбуке может быть это хоть как-то дойдет до людей вот всем спасибо кто нас поддерживает мы верим в то что вы в нас верите и в то что вы нас будете поддерживать до последней секунды и все настроены на победу как бы я не вижу ни одного сомневающегося в этом так что главное правильный настрой и мы всех порвем как тузик грилку вот так что до свидания ждите появление новостей на форуме на фейсбуке драма хочешь сказать что он сейчас подожди секундочку всем доброй ночи мы будем стараться все спасибо всем всем пока и а и и Продолжение следует...